Была убита эта мать, которая кричала. Ну конечно же. Она, да, во-первых, эта женщина не приняла свою болезнь, свою проблему. Все. И я хочу сказать, что наркотики, под словом наркотики я подразумеваю и алкоголь, и наркотики. Они настолько меняют сознание человека, и человек деградирует. Таня, вот смотри, я это понимаю, вот то, что ты сейчас говоришь, я понимаю. Я читал жесткую любовь, и не один раз читал. И все понимаю. Читать одно, работать другое. И что не надо его трогать, когда он приходит пьяный. И тем не менее, я все равно не могу. Вот не могу на его рожу смотреть. Потому что ты, ты не принимаешь его болезнь. Я сейчас расскажу такой маленький пример, когда я поняла, что я принимаю вообще наркотическую зависимость как болезнь. Что это прошло через мое сердце и через мое сознание. Если я раньше признавала, то есть читая литературу, я признавала, что это такое. Но принять и признать, это совершенно две разные вещи. Признать можно на словах, но и принять это значит научиться с этим жить. И искать выход. Сколько времени надо, чтобы научиться с этим жить? Я понимаю, что это очень важно. Я не знаю. Я вот, ну как, будучи уже полтора года, допустим, в движении, может быть, даже больше, я однажды ехала в трамвае, и трамвай остановился на остановке «Колос». И я обратила внимание, что все смеются. А там вот это вот, а-а-а, вот этот вот матюгальник, ну рекорд, где музыка постоянно. Ну, там запись, продают кассеты, да. Закислено, сколько записи, да. И люди начали улыбаться, смеяться. Я, естественно, реакция. Я повернулась, и на остановке очень пьяная женщина танцевала. Все покатывали. А мне стало плохо. У меня заболело сердце. По-настоящему мне захотелось плакать. И вот в этот момент я поняла, что я признала и приняла, что это болезнь. Потому что, что бы я себе ни говорила, что это болезнь... Ну, это просто сопереживание. Нет, сопереживание – это совершенно разные вещи. Сопереживать, ну, сопереживать можно... Ну, это для этого просто надо ходить и работать по программе. Ты представляешь, что я сейчас могу уже, вот мне поставьте сейчас 10 человек. 10 человек просто поставьте, там, мужчин, женщин. И я могу, в принципе, с процентом где-то 90%. Ну, а ты, наверное, 100% определишь, созависимый это или не созависимый. У них же в глазах это написано. Согласна со мной? Нет, ну, во-первых, с человеком общаться. Во-вторых... Ой, а после первого предложения так сразу будет, не одна. То, что я определю, это абсолютно, как говорится, никому не надо. Главное, чтобы сам человек принял, что он... Мы все созависимы от чего-то. Мы все от чего-то. Но когда это переходит границы разумного, и когда это разрушает семью... Я вот могу прочитать. Был такой выдающийся человек. Он уже умер, царство ему небесное. Отец Джозеф Мартин. Он написал великолепнейшую книгу. Я ее все время перечитываю. Это моя застольная книга. Разговор об алкоголизме. У доски смела. Он сам алкоголик, священник. Он пришел в репцентр в штате Мэриленд. И там он нашел... После того, как он пролечился, он нашел единомысленников. Это были два доктора, один психиатр. Второй терапевт, по-моему. И он начал писать, рассказывать об этой проблеме, изучать ее и помогать людям, которые приходили в репцентр. Так он остался при этом репцентре и проработал всю жизнь там. И вот он написал восемь правил. Это в конце этой книги восемь правил. Это можно и к наркотикам тоже. Первое. Приобретайте правильные взгляды. Трудно помогать людям, если они знают, что вы их презираете. А второе. Изучайте болезнь и ее симптомы. Вы не можете помочь человеку, у которого алкоголизм или наркомания, если вы не распознали у него эту болезнь. То есть надо распознать еще эту болезнь. Есть определенные этапы. Конечно, конечно. Это болезнь у каждого происходит по-своему. Конечно, абсолютно совместно. Я, например, у меня был вот второй муж. Только когда он умер, допустим, и потом уже, когда я начала ходить, заниматься вот этим движением, я поняла, что вторая причина его смерти была еще и алкоголизм. Помимо онкологии. Он еще умер. И от белой горячки такое было. А хотя, когда я жила с ним, я видела, я там говорила, да, ну, я не могла понять это, что это. Он ходил на работу, он зарабатывал в ней. Он был очень такой человек, которого знали, допустим, в определенных кругах. Я уже знаю народа, который был и сутки ходил. И раз он ходит на работу и не валяется под забором, значит, он не алкоголик. Нет. Согласен, согласен. Алкоголизм, наркомания – это зависимость от наркотика. Для выздоровления нужно правильное лечение. Сила воли здесь ни при чем. То есть, когда люди начинают, чем больше начинают клясться и обещать родителями себе, что я завтра брошу, это ничего абсолютно не заканчивает. Четвертое. Говорите с алкоголиками наркомана моего болезни. Предложите ему возможное решение проблемы. Алкоголики и наркоманы никогда не выздоравливают, если им не дают шанс. Надо всегда давать шанс. Ну, понятно, это последнее. Пятое. Алкоголики сами несут ответственность за свое поведение. Почему там разделяют? Вот смотри, почему они разделяют? Ведь я, ну, ремарка, маленькая ремарка. Это ж в нашей, там, специально в 57-м году Всемирная организация здравоохранения приняла, что наркотики это и алкоголь, и табак, это все наркотики. А почему здесь они тоже разделяют и алкоголь, и наркотик? Нет, здесь я добавляю еще алкоголь. Здесь можно и к наркомании это тоже. Почему не говорят одним словом наркотик? Почему мы вот этот стереотип не убираем? Нет, дело все в том, что... Это с пастором, это с пастором. Нет, дело... что? Это с пастором, вы бы сказали. Это не пастор, это священник. Ну, как? Это он, он сам больной, он большой специалист, стал большим... Ну, это не больно. Да, это... Но все то, что он здесь говорит, это основано не только на его наблюдениях. Он работал там еще с двумя врачами, которые тоже были алкоголиками. Один был психиатр, а второй, по-моему, терапевт. Ну, это не принципиально. То есть у них еще было такое вот, ну, и образование, которое дает возможность... То есть это определенное знание, которое дает возможность правильно высказывать свои мысли, оформлять их правильно. Алкоголики сами несут ответственность за свое поведение. Каждый раз, когда мы покрываем их, мы платим за следующую бутылку или дозу. Что? Используйте все доступные источники лечения. Алкоголизм и наркомания – это очень сложная болезнь. Требуется целая группа специалистов для ее лечения. Дело в том, что за границей понятия нарколог, специальности нарколог нет. Там есть, этой проблемой занимаются психиатры, терапевты, психологи, психоаналитики. То есть это большой круг врачей и специалистов, которые задеяны в этой области. Никогда не оставляйте надежду, не унывайте. Даже если алкоголик или наркоман не выздоравливает, по крайней мере, вы пытались им помочь. Восьмое самое главное. Алкоголизм и наркомания – это семейная болезнь. Она затрагивает всех членов семьи. Поэтому лечение необходимо всем. А вот это набирал мне мой сын, а вот это вот, вот это он запечатал сам. Я в веру обращу свой страх. Красиво, святое дело делаешь. Я ему не делаю, мы его делаем вместе. Я его делаю для себя. Для себя. Для себя. Только для себя. И все, опираюсь на высшую силу. Потому что во многом я что-то не могу, что-то не знаю. А кто я тогда получаю, если я хочу не только для себя? Я вот понимаю, что… Юра, это могут… Есть общественные организации, которые занимаются этим. Но я хочу сказать. Сейчас по России иногда очень хорошая передача на эту тему. Потому что Россия, это, конечно, она впереди планеты Сей. Впереди, да. Да, там уже, конечно, особенно в глубинках, это… Там уже… Там не то, что лопаты. Там экскаватором рыть, кто мне, наверное, не поможет. Ну, последний даже случай, когда молодежная сборная, да, вот… Российская, выиграла там в Америке новостные сообщения. И устроили пьяный дебош в аэропорту. Там дебош, там, не знаю, там, ну, где пока-то не валяются пьяные. Все. Ведь дело… Да. Болельщики, болельщики. Нет. Нет, спортсмены. Спортсмены. Сами игроки кого-то, они выиграли. Это слово о спорте. Да. Вот и дело все в том, там их сейчас поощрят, там, да, их наградят. Сказали, что это происки империализма, все такое прочее. Но для меня политические вопросы, это, для меня они очень далеки. Я просто вижу, я просто вижу то, что тот, кто там напился, плюс напились не все, но напились там на радости, повод. Первый признак алкоголизма, когда человек ищет повод, чтобы напиться. Начинается с того, я никогда не напьюсь, алкоголиком не становится в одной части. Всегда есть повод. Потом человек придумывает, да, с радостью, с горя, или просто так. Пошел дождь, это повод. Не пошел дождь, это тоже повод. Все. Это уже первый шаг. Люди не все знают. Каждая молитву, ну ладно, у них был повод, они пошли на вечеринке, там заторгали. Это понятно. Хорошо, дело все в том, что одни могут остаться горькими пьяницами на всю жизнь. А есть у людей генетическая, генетическая, генетическость. А здесь, на нашем пространстве, это генетическая наследственность, которая укоренена веками. Не надо, тихо, тихо, никакими веками. Веками. Не, Таня, вот придешь в интернет. На Украине, может быть, нет, в России. Не, в России тоже нет. Вот поверь мне, это не я говорю, это факты исторические. Почитаешь, там, веками с этим боролись. Государство... Славяне было крепкое нас. Славяне было... Ну, это я не с пальца высасываю. Ну, я не знаю, насколько... Ну, придешь, не прочитаешь. Не было веками. Это вот тот стереотип, когда говорят, менты и сисут твари. Даже сволочи, все крышеватели. Дело все в том, что для того, чтобы спиться, спиться, какому-то нации и народу, то можно и ста лет хватить. Как пили в царской России. Почему случилось? Не пили в царской России. Вот ты хоть не говори. Пили в царской России. Таня, не пили. Да, не пили. Таня, тебе говоришь, доктор наук. Послушайте, доктор наук. Пили в царской России, потом стали пить еще больше. Почему? Ну, мы не будем вдаваться в историю. Не, ну, ты строгал. Еще больше. Вот это все. Это те стереотипы, которые я наломаю. Пусть этот, я не хочу ломать чей-то стереотипы. Я не буду. Дело в том, что эта проблема есть. И зависимость, зависимость. Дело в том, что если сейчас пьют уже настолько молодые юноши и девушки, подозревшиеся, подозревшиеся. Настолько молодые. Что я свою ломать не снимаю? Я-то не анонимные. Юра, а чего ты еще не снимаешь? Нет, я елку снимал. Тебя не снимал. Ну, я-то не анонимный. Я-то буду не анонимно бороться. Я вот скажи, а кто я тогда, получается? Ты хочешь создать общественную организацию, там все такое прочее. Это, да. Ну, вот то, с чего мы начали. Убежали от мысли. Кстати, это и есть такая модель у созависимых. Так себя вести. Начать с одного и закончить историей, да? Что в России, допустим, сейчас очень много об этом говорят. И по-центральному это прекрасно, это класс. Были такие хорошие передачи. Журналисты в этом участвуют. Все, все они там начинали. И вот показывали, я видела, что показывали группы Аланон и Наранон, которые, что родители собираются, что родители начинают бить. Что, уже по телевизору прямо показывали? И лица их показывали? Ну, нет. Так это тебе звонок? Нет, их показывали, нет. Их показывали, это их согласие. Может быть, эта группа там стилизованная под это. Мы показывали, что они стоят там и произносят вот эту молитву, молитву о душевном покое, с которой начинается каждого сада. Это говорит о том, что люди, что людям это надо. Потому что надо что-то делать. Спасение утопающих – дело русских утопающих. Так вот. Дело все в том, что чем больше будет об этом говорить, хотя бы пойдет вот такая вот информация среди близких людей, это уже много значит. Ну, это хорошо. Ты хоть с этим согласнаешься, что это хорошо? Да. Но, но, мы должны, мы должны выполнять строго все по программе и соблюдать традиции. Иначе, иначе. То, что мне нравилось, что вот ребята там, журналисты, высказывали свое мнение, тоже есть разноречивое мнение. Одни поддерживали вот город без наркотиков, этого Бычкова. Другой парень не поддерживал. Ты, кстати, его поддерживаешь? Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет, да? Вот, говорили, я поддерживала, очень бы хотела поддержать вот того журналиста, который говорил на всю большую Россию, и поскольку еще и так, и нам досталось, что действительно эту проблему надо решать с семьей. С семьей. Нет, ну это понятно. Ты в кто-то спорит? А все вот эти вот… Ну, а если же ситуация, там же… Там еще был один такой человек, он сказал, что мы занимались работами, исследованиями по всем общественным организациям. Это время. Время тает. Время.